Белград ответил Киеву на ноту протеста против визита сербских политиков в Крым. Лидер демократической партии Сербия Санда Рашкович Ивич назвала позицию Украины абсолютно непонятной. Сегодня группа из восьми белградских парламентариев встретилась с правительством полуострова. У меня была возможность пообщаться с обычными людьми. И все не сказали, что сейчас им живется гораздо лучше, стало больше туристов. И самое главное, жители Крыма теперь живут мирно и без давления. В состав делегации вошли представители патриотического движения Двери и Демократической партии Сербия. Последняя, кстати, объявила о создании блока, главной задачей которого станет сближение стран. На официальной встрече сербские парламентарии отметили, что Крым это Россия. Гости подчеркнули, что именно Украина исказила суть референдума полуострова. По вине западных коллег возникла информационная блокада территории. Все санкции стран ЕС против Крыма для нас унизительны и оскорбительны, отметили политики из Белграда. Крым открыт для всего мира, для всех делегаций, которые являются нашими друзьями. Естественно, врагов мы здесь не ждем, хотя и такое иногда случается. Приезжают некоторые делегации, потом искажают абсолютно всю ситуацию. Но сербская делегация – это дело особое. Я бы их выделил из общего ряда многочисленных уже делегаций, которые приезжают в Крым. Рашковичевич сказала даже больше – Косово – это Сербия, а Крым – Россия. Вот в такой формулировке ее цессируют. Можно ли в этой последовательности ставить знак «равно»? Обсудим с политологом в студии LifeNews Максим Жаров. Приветствую вас, Максим Викторович. Так можно ли ставить здесь действительно знак «равно»? Не поспешила ли, Рашковичевич? Добрый вечер. В принципе, сравнение ситуации с Косово и ситуации с Крымом уже давно производится. В прошлом году, когда Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, объясняя причины присоединения Крыма к России, он приводил косовский прецедент как в связи с того, как Америка и Европейский Союз нарушают норму международного права и без какой-либо легитимной поддержки населения Сербии отторгли тогда от Сербии и Косово. Поэтому, в принципе, об этом, конечно же, уже неоднократно говорилось. Другой вопрос в том, что приехавшие в Крым сегодня сербские политики – это не парламентская оппозиция. И, собственно, эта оппозиция в прошлом году проиграла досрочные выборы, не смогла пройти в сербский парламент. Вы предварили мой следующий вопрос. Напомню, когда французская делегация приезжала, многие говорили о том, что это также парламентское меньшинство, которое приехало для того, чтобы наработать очки. Здесь высказывают такую свою политическую позицию. Вы согласны, что в данном случае это высказывание относительно сербских парламентариев применимо? Да, совершенно верно. Но я хотел бы продолжить свою мысль. Она состоит в том, что эти политики, собственно, демократическую партию Сербии возглавлял до недавнего времени Ваислав Каштуница. И как раз ситуация с Косово как раз для Каштуница оказалась, скажем так, наиболее крупным поражением в его политической карьере. Поэтому демократическая партия Сербии сейчас, это, конечно, не та бывшая правящая партия страны, которой она была. Это не парламентская оппозиция. И не случайно сегодня Сандар Рашковичевич заявил о том, что они будут инициировать рефрендум по, собственно, тому, что они не хотят вступать в ЕС. И то, что Косово должно вернуться в состав Сербии. Соответственно, эти политики хотят реванша. Там скоро, я думаю, в следующем году будут опять досрочные выборы парламентские. Поэтому они, как и некоторые другие европейские политики, используют свои визиты в Крым для того, чтобы получить определенные политические очки у себя на родине. Да, но здесь все-таки, несмотря на то, что ситуации вокруг Косово и Крыма несколько схожи, все-таки есть ряд отличительных черт, которые могут в это все сравнение и перечеркивать. Например, на территории Крыма проживает значительное число русских. И поэтому референдум там прошел мирно. В Косово наверняка такое невозможно в силу того, что проживает большинство албанцев. Более 90%. Я думаю, вообще сейчас говорить о том, собственно, сравнивать эти случаи, эти прецеденты, конечно, не очень корректно. Потому что мы имеем дело в Косово с ситуацией отторжения ее от Сербии в результате военной интервенции, гражданской войны. И, соответственно, все случаи геноцида, собственно, албанцев по отношению к сербам, сербов по отношению к албанцам, все это привело к тому, что оба этих народа просто-напросто не хотят с друг другом не иметь контактов никаких. Другое дело в Крыму, где был референдум, он был проведен в соответствии со всеми нормами международного права. На этом референдуме получили возможность проголосовать все, собственно, народы, которые населяют Крым, в том числе и крымские татары, которых, собственно, на Западе пытаются по аналогии с Косово выставить некими такими албанцами, которые страдают, собственно, от притеснений. Ну и вообще, складывается, это понятно, что любое неосторожное прикосновение вот к этой ситуации вокруг Косово грозит новым кровопролитием. Это рана, которая может кровоточить в любой момент. Это так? Да, совершенно верно. Поэтому не будем мы дальше соотносить Крым и Косово. Лучше поговорим непосредственно о полуострове, куда в последнее время зачастили политики. Мы уже упомянули, что сербские парламентарии стали не первыми иностранными гостями, кто посещает полуостров. До них в Севастополь и Ялту приезжали дипломаты из Италии, Японии, Франции. Максим Викторович, ну что, какой делаем вывод? Получается, что Крым становится некой разменной монетой в чужой политической игре. И к этой ситуации, ну, нельзя относиться равнодушно. Как вам кажется? Я думаю, не соглашусь с формулировкой. Крым сейчас для европейских политиков становится постепенно таким довольно эффективным инструментом изменения политической ситуации в своих странах. Все, собственно, политики европейские, французы, итальянцы, и сейчас, собственно, сербы, и Николай Саркази, который должен приехать, все они находятся в своих странах, темным образом, в оппозиции. Посещение Крыма дает им возможность снова, не только внутри своей страны, но и за рубежом, по всему миру заявить о себе. Что касается сегодняшнего посещения сербских политиков Крыма, одновременно в Москве сегодня с визитом был глава правительства Сербии Александр Вучич. Он провел переговоры здесь с Дмитрием Медведевым. Соответственно, оппозиция Вучича, который в прошлом году был избран на парламентских выборах, его партия победила, он возглавил правительство, она заключается в том, что, собственно, территориальную целостность Украины он поддерживает. Соответственно, вот образовалась уже дискуссия, и политики сербские ведут эту дискуссию, ведут политическую борьбу. Мы, собственно, и крымчане этим успешно пользуемся. А вот каким образом мы пользуемся? Вы говорите о том, что политики напоминают с помощью Крыма о себе в своих странах. А нам-то что? В данном случае, если мы берем Сербию, то, значит, задача, собственно, России сейчас состоит в том, чтобы удержать действующее сербское правительство от того, чтобы оно ввело санкции против России. Сербия, как претендент на вступление в Евросоюз, подвергается сейчас очень сильному давлению со стороны США для того, чтобы Сербию ввели против нас санкции по Украине. Сегодня Александр Вучич заявил о том, что санкции вводить они пока не собираются. Но вот есть непарламентская оппозиция, которая посещает Крым, и она на следующих, я думаю, досрочных выборах парламентских будет оказывать на правящую коалицию давление. И это давление нам выгодно. Вот мы заинтересованы в том, чтобы санкции не вводились. Вот, собственно, в чем сейчас секрет той политики и результат применения того инструмента, каким сейчас является в европейской политике Крым. Ну и вообще, как люди гостеприимные, разве можем мы отказать тем, кто желает приехать к нам в гости? Да нет, конечно. Спасибо большое. В студии LifeNews был политолог Максим Жаров и говорили мы о визите делегации из Сербии в Крым.